Всем здравствуйте! И это проект Everytime от Reload. Проект Everytime это бесплатное занятие английским и другими языками иностранными, которые помогают поддерживать знания ваших детей, не выходя из дома. Меня зовут Анастасия, я преподаватель английского языка в центре Reload. Итак, у нас по средам уже образовалась такая небольшая традиция, это грамматические сказки, посвященные английскому языку для детей дошкольного возраста. Для дошкольного возраста и для начальной школы. Итак, действия у нас в сказочном лесу. В нашем сказочном лесу жил король. Король Эдик Тива. Эдик Тива. И было у него три сына. Первого сына звали. Позитива. Позитива. Позитив. Это был очень добрый медвежонок, и он всегда соглашался со своим отцом. Например, если папа ему говорил, Dear son, you are nice. Позитив всегда соглашался со своим папой и отвечал. Yes, I am nice. Dear son, you are small. Yes, I am small. Итак, звали его, напоминаю, positive. Позитив, например, small. Он всегда соглашался со своим отцом. Второго сына у нашего короля Эдикти звали Компелоти. И этот сын постоянно спорил со своим отцом и сравнивал себя с остальными братьями. Например, если отец говорил ему, Dear son, you are small. Компелотип отвечал, No, I am smaller. Dear son, you are kind, like your brother. No, I am kinder. Он всегда сравнивал с остальными братьями. Его звали Компелотип. Собито сокращать. Компелотип. Например, он был smaller. Как он отвечал своему отцу. Ну и третьего сына звали Компелотип. И он был очень заносчивым и всегда превозносил себя. Например, когда отец говорил ему, You are clever, my dear son. Компелотип не соглашался и говорил, No, I am the cleverest in the world. Я самый-самый умный. You are kind, my dear son. No, I am the kindest. Вот такой был третий брат. Писалки его. И так у нас получили степени сравнения имени прилагательного. Small, smaller, если мы хотим сравнить два предмета. И the smallest, когда один предмет превосходит к другим. Надеюсь, что после этой сказки у вас уже не возникнет трудностей с образованием степени сравнения имени прилагательного. Если вам понравилось занятие и вы бы хотели продолжать заниматься вместе со мной, внизу будет форма, по которой вы можете пройти и получить пробное бесплатное занятие. Всем спасибо!